С детворою у экранов соберемся в выходной, здесь тебе мы очень рады нашей дружной семьей. Если хочешь много знать ты, нам с тобою по пути, все ответы на вопросы только в маленькой компании. Привет моя маленькая компания, привет Алиса и Макс. Привет! Рассказывайте, как проводите свои осенние деньки? Я собираю пазлы, играю в шахматы, в шашки, в нарды. На улицу мы редко выходим, потому что погода нас огорчает, то ветер, то дождь. Поэтому приходится сидеть дома и делать уроки. Жизнь детей вообще интересная и увлекательная. У каждого ребенка есть свое увлечение. Кто-то посещает занятия по музыке и вокалу и хочет стать настоящим певцом. А вот мальчикам больше всего нравится спорт, волейбол, баскетбол. Это все для того, чтобы стать сильным и крепким. Наша маленькая компания заглянула в гости к мальчишкам и девчонкам, которые посещают занятия в Литском районном центре технического творчества. Найти дело по душе здесь может каждый. Например, вот эти ребята без ума от конструктора Лего. А поэтому не раздумывая решили ходить на кружок по робототехнике. Именно здесь с помощью Лего Веда можно творить настоящее чудеса и почувствовать себя строителем, инженером или изобретателем. Под руководством педагога дети учатся собирать устройства по схеме, программировать их, делать так, чтобы те работали. На первых занятиях дети создают простые вещи. Птичек, которые оживают и поют, вращающийся волчок, крокодила, который открывает пасть и многое-многое другое. С каждым занятием работа становится интереснее, а изобретение сложнее. Паше Кучинскому всего 7 лет, и каждый раз он с удовольствием спешит на занятия, чтобы изобрести что-то новое. Для того, чтобы фигурка задвигалась, нужно составить программу. Нужно взять мышку, и вот там внизу видите блоки, и их надо перемещать так, чтобы они валили в таком порядке, чтобы робот двигался. Один блок имеет свое значение. Для этого нужно умный, можно, надеюсь, так сказать, и чуть-чуть надо разбирать детали и память, чтобы знать, какие детали тебе нужно поставить и искать их. Я бы мечтал сделать полицейский участок, в котором можно было делать такую программку, чтобы машины туда-сюда двигались, или человечки, или синдализация была. А в соседнем кабинете проходят занятия по программированию. Их посещают мальчишки и девчонки в возрасте от 6 до 18 лет. Здесь все работают за компьютерами, учатся программировать, решают задачи и создают игры. Самые маленькие воспитанники сами придумывают игры. Их герои делают простые действия. С каждым занятием игры становятся сложнее, а действия героев интереснее. Вот и Маргарита Комар пришла сюда для того, чтобы научиться создавать игры, в которые с удовольствием смогут играть и ее сверстники. Я хочу научиться программированию, хочу разбираться в компьютерах, создавать игры. Я бы мечтала сделать игру, рисовать одежду для девочек, где-то в третьем классе, даже можно с третьего до пятого класса, рисовать девочкам одежду, всякое такое, делать украшения. Стать волшебником и создать гениальную игрушку или игру для сверстников легко. Самое главное – этого захотеть. А в районном центре технического творчества все задуманные мечты помогут воплотить в реальность. Приходите и проверьте сами. Вероника, а ты любишь животных? Я обожаю собак. На мой взгляд, это самые добрые, ласковые и преданные четвероногие друзья. Недавно мы с Максимом читали интересную статью в интернете и нам очень запомнился ангарский кролик. У некоторых из них длина шерсти достигает 80 сантиметров. 80 сантиметров? Ничего себе, это же очень много, да? И для чего эта шерсть? Что из нее делают что-то? Из нее делают ткани, носки, платки. Чаще всего такого зверяка заводят женщины, поэтому его иногда называют дамским. А я предлагаю заглянуть в гости к воспитанникам 36-го детского сада. У них тоже есть на кого посмотреть. У мальчишек и девчонок из детского сада номер 36, кроме игр, есть и очень ответственное дело. Ведь в их группе живут два питомца – джунгарский хомяк и красноухая черепаха. Оба любимы и обожаемы детьми. Существует два вида черепах – сухопутные и морские. Последняя и поселилась в 36-м детском саду. Это красноухая черепаха. Отличительной особенностью этого вида черепах является наличие симметричных красных, оранжевых или желтых пятен, расположенных по бокам головы, и похожих на уши. Красноухие черепахи в домашних условиях живут в аквариумах. Ребята любят наблюдать, ухаживать, кормить своего питомца. С интересом проходит и познавательное занятие с участием черепахи. Так дети узнали – ее туловище покрыто панцирем, лапы короткие и сильные, приспособленные для гребли и плавания. Все обязанности по уходу за черепахой у мальчишек и девчонок строго поделены. Одни кормят, другие чистят панцирь, а третьи просто играют. У нас уже давно живет черепашонок Лео. Мы любим за ней наблюдать, как она плавает, как она кушает, и как она прячется от нас. Она кушает сушеные креветки. Иногда мы ей даем салатик, листья одуванчиков. Когда Светлана Геннадьевна моет аквариум и набирает туда воду, мы чистим черепашку, камушки, цветочки, сам сундучок. Мы очень любим черепашку и играем с ней. Уютно в группе удошколят живется и джунгарскому хомячку по кличке Соня. У нее, как и у черепахи, тоже собственный домик, оборудованный всем необходимым для хомячка. В первые дни ребята с удовольствием и умилением рассматривали его, расспрашивали, чем его кормить и как за ним ухаживать. Некоторые из детей вместе с родителями искали информацию о таких хомячках в интернете и книгах, а потом рассказывали о своих открытиях друзьям. В качестве подстилки в основание клетки нельзя класть вату, газеты или обрывки ткани. Это может причинить вред здоровью зверька. Лучше всего использовать песок или опилки. В клетке обязательно должна быть поилка. Ребята ежедневно меняют в ней воду, следят, чтобы она была чистая. А еще, оказывается, кроме просторной клетки и правильного питания, рекомендуется разговаривать со зверьком тихим голосом. Брать хомячка на ручке нужно очень осторожно. А перед тем, как дотронуться до него, нужно дать ему возможность руку обнюхать. У нас в группе еще живет хомячок-джунгарик по имени Соня. Ее так зовут, потому что она любит в домике долго сладко поспать. Когда холодно, она спит в домике. А когда жарко на колесе, мы любим за ней наблюдать, как кушает и пьет водичку, как скатывается с горки, катается на колесе. Мы с Светланой Геннадьевной чистим клетку, кладим его. Мы даем корм специальный для нжунгариков, в котором находятся разные семечки и орешки. Угощаем кашей и даем булку. Наливаем воду ему, поилку. Мы его очень любим, потому что у меня есть теплый комочек. Девчонки и мальчишки открыли нам секрет. Благодаря этим милым зверикам им никогда не бывает скучно. Всегда можно понаблюдать за необычным поведением животных и поухаживать за ними. Когда наступают выходные и ребята не приходят в детский сад, они очень скучают по черепашке Лео и хомячку Сони. Поэтому утро понедельника начинается одинаково. Дети встречаются в живом уголке и с радостью приветствуют своих питомцев. Многие дети любят коллекционировать героев известных мультфильмов. Одни собирают щенков из щенячьего патруля, а другие – кукол. А что собирают ваши друзья? Моя подруга из садика коллекционирует кукол из мультика «Леди Баг». Мои друзья коллекционируют блокнотики, брелки, монетки там всякие. А героев мультфильмов никаких не коллекционируют, нет? Черепашки, ниндзя там, например, какие-нибудь. А вот подружка наша коллекционирует кукол Лол. Давайте посмотрим. После детского сада Агата Клеймович скорее спешит домой. А все потому, что ее ждут любимые куклы Лол. Девочка с интересом смотрит видео про них и коллекционирует фигурки. Все куклы в красивых нарядах с необычными прическами и аксессуарами. Но каждая по-своему интересна и уникальна. Куклам можно менять платье, давать в руки сумочки, надевать очки и шляпы, поить из бутылочек и стаканов. А еще у Агаты есть дом, в котором дружно уживаются ее любимицы. И автомобиль, на котором куклы Лол путешествуют. Девочка сама придумывает для кукол разные маршруты. То они едут к морскому побережью, то на горнолыжный курорт. Агата, расскажи нашей маленькой компании, а почему ты решила коллекционировать кукол Лол? Потому что они все лазные, лазноцветные. У них все лазные прически, наряды. А еще у них всегда попадаются лазные очки, сумочки, бутылочки. И каждый раз, когда я их покупаю, меня там ждет сюрприз. Все куклы делятся на четыре класса. Популярные, фантастические, редкие и ультраредкие. Куклы-детки с пустышками. Кроме этого, у игрушек есть свои интересы. Спорт, танцы, театр, мода, вокал, гламур, веселье, духи и многое другое. Некоторые из кукол меняют цвет волос при погружении в воду. Другие плюются, третий плачут. В итоге получается огромная коллекция. Это моя любимая кукла. Ее зовут Даск. Это значит сумелки. Мне она нравится, потому что у нее блестящие волосы. У нее питомец сова. Еще у нее можно менять одежду. Надевать очки. Давать ей бутылочку. И надевать сумочку. Коллекция Агаты постоянно пополняется. Лола она получает в подарок от родителей, друзей и даже Дедушки Мороза. Все, зная увлечение девочки, стараются порадовать ее новой игрушкой. Агата тем временем мечтает о том, что обязательно придумает свою оригинальную куклу, которой тоже удастся завоевать любовь многих девчонок. Я бы придумала куклу, которая меняет цвет с блестящими волосами. Я бы ее одела в розовое блестящее платье. У нее была бы сумочка спортивная. И она меняла цвет. У нее были блестящие волосы. И белые кроссовки. Мы надеемся, мечты нашей героини обязательно сбудутся. И кто знает, возможно, совсем скоро на полках магазинов появится кукла, автором которой будет Агата Климович. Тогда мы вновь наведаемся в гости к девочке, чтобы побольше узнать о новинке. Спасибо, Алиса. Спасибо, Макс. Мне и, я думаю, нашим телезрителям очень запомнились ваши истории. Если у вас есть интересные истории, и вы нам ее хотите рассказать, обязательно пишите в группу нашей программы ВКонтакте. И мы обязательно расскажем о вас в нашей программе. Ну что ж, а сейчас настало время прощаться с мальчишками и девчонками ровно на неделю. До следующей субботы. Пока-пока. С детворою у экранов соберемся в выходной. Здесь тебе мы очень рады нашей дружной семьей. Если хочешь много знать ты, нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только в маленькой компании.